Сегодня персонально ваш, сопредседатель деловой России Андрей Назаров, мы говорим о Ялтинском форуме в том числе. Ну вот смотрите, вот как я понимаю, этот форум во многом поддержит тот бизнес, который не боится работать со страной, которая фактически в состоянии гражданской войны, да, понятно. Понятно, что в принципе место проведения тоже знаковое, тут тоже всё ясно. Но главная повестка какая, для чего собираются люди из нескольких стран со всей России, о чём, о самом главном вы будете там говорить? 20 апреля будет два пленарных заседания, посвящены основной теме форума, которая в этом году называется «Будущее России, будущее мира». Вот этим двум ключевым вопросам будут посвящены два мероприятия ключевых, и первое из них, вот «Будущее России», где будут участвовать известные российские политики, крупнейшие бизнесмены, общественные деятели. А «Будущее мира» там будут у нас участвовать уже крупнейшие мировые известные депутаты, депутаты Европарламента, депутаты национальных парламентов, например, национального парламента Германии, Италии. Будут интересные мероприятия. Вот если говорить о будущем России, мне вот что интересно, да, вы будете модерировать или кто будет модерировать эту дискуссию? Да, будет модерировать, не буду раскрывать имена, но будет модерировать известный журналист, российский журналист, модерировать это пленарное заседание, и задача этого пленарного заседания – наметить те шаги, по которым на среднесрочную перспективу будет развиваться экономика Российской Федерации. Отлично, потому что давайте, оттолкнувшись от этого, теперь я спрошу ваше мнение, вот ваше мнение, а не то, как вы думаете, кто-то будет это видеть на форуме. А вы какую среднесрочную перспективу рисуете российской экономике? Российская экономика сегодня уже в меньшей степени зависит от цены на нефть, как это было, например, 5-10 лет назад, и поэтому есть основания считать, что эта тенденция будет продолжаться. Например, одно из, может быть, самых понятных и близких для меня направлений, как строительство. Если 10-15 лет назад в жилищном строительстве мы только убеждали руководство страны о том, что нужна ипотека, потом убеждали, что нужно снижение ипотечных ставок хотя бы до 10-7%, то сегодня это уже действительность, который позволяет ежегодно строить 80 миллионов квадратных метров жилья. Это огромный показатель, который ранее оказался недостижимым. И сейчас, когда президент страны сказал, что давайте будем 120 миллионов строить, это, в общем, показатель, что в ближайшие годы одно из основных направлений развития экономики это строительство, строительство инфраструктуры, строительство жилья. И, конечно, это дает и многим смежным отраслям возможность для развития и в целом очень позитивно складывается на экономике страны и на ВВП. Ну, понятно, что один рубль, вложенный в строительство, он потом отражается у семи, у восьми других сфер. Это как раз вещь такая общеизвестная. Но вот если, опять же, переносить на почву Уфы, на почву Башкортостана, здесь строительство, с одной стороны, тоже развивается, тоже много что строится, с другой стороны, это проблема для многих чиновников. Большие скандалы, какие-то уголовные дела возникают именно вокруг этой сферы. На ваш взгляд, насколько это пугает отрасль, не пугает отрасль, как это на нее влияет? Ну, конечно, это заставляет в целом отрасль вести себя и осторожней, и строить планы менее длительные, чем это могло бы быть в другой обстановке. Но я вам скажу, что, к сожалению, так получилось, что вот этот вопрос обманутых дольщиков и, ну, некие подобные процессы, они, ну, скажем так, спекулятивно завышены. Почему? Понятно, что любой обманутый человек – это проблема, ее нужно решать. Но именно в строительной отрасли, именно в строительстве и продаже многоквартирных домов, многоквартирного жилья, здесь этот процент по сравнению с тем объемом, который выводится на рынок, строится, продается, он мизерный. Понимаете, даже по разным оценкам называют, что таких обманутых дольщиков по стране, там, от 60 тысяч до 300. Даже если взять самую большую цифру – 300 тысяч обманутых дольщиков, то это по сравнению с другими направлениями, где случаются какие-то провалы, например, банковский кризис, который, когда приводит к банкротству банков, это цифры несопоставимые. Да, но у банков есть механизм защиты, механизм страхования. Люди, которые остаются вот, да, обманутыми на долевом рынке, они остаются ни с чем. Нет, давайте так. Банкам, для санации банков, то есть, кроме государственных гарантий, которые берет на себя, значит, государство, да, на санацию банков, для того, чтобы они удерживались на плаву и плавно выходили из кризиса, за эти годы было выделено 2,5 триллиона рублей. Что касается застройщиков и строителей, за эти же годы не было выделено ни 100 миллиардов, ни 10. Понимаете? То есть, здесь эта отрасль развивается абсолютно на своих возможностях. Конечно, частично эти возможности – это деньги как раз граждан, которые хотели бы вложиться, кто-то из того, что хочет приобрести для себя подешевле, кто-то хочет потом перепродать эту квартиру, кто-то еще какие-то причины. Но, получается, многие жители нашей страны вместо банков идут и приобретают жилье. И какая-то часть пострадала. Но это примерно одна сотая часть тех людей, которые пострадали при банкротстве в банках. Тогда, если говорить о том, каково сегодня здесь взаимоотношение бизнеса и региональной муниципальной власти. Региональная муниципальная власть очень не хотят здесь разделять какую-то ответственность, друг на друга ее иногда демонстративно спихивают. На ваш взгляд, каков механизм решения таких вопросов? Кто здесь больше ответственен – регион или муниципалитет? И кому, может быть, стоит больше механизмов дать для решения этого вопроса? Ну, знаете, для того, чтобы приступить к строительству, надо получить разрешение на строительство. Решение на строительство дают местные власти, поэтому, естественно, они, в общем-то, являются некими арбитрами на старте, что когда должно быть построено. Исходя из этого, потом, если осуществлять постоянный мониторинг выполнения тех обязательств, которые были взяты во время получения решения на строительство, чтобы это соответствовало проекту, тем срокам, которые декларировались, то это, в общем-то, та необходимая минимальная задача для местных властей, которая, в принципе, и есть сегодня, и которая должна просто эффективно выполняться. Мне кажется, здесь все-таки преувеличена эта проблема, отсутствие контроля, потому что все-таки вот эти вот кризисные моменты, в том числе у застройщиков, они происходят иногда внезапно, и это, наверное, сложно предусмотреть, чтобы, например, если сегодня проводили какую-то проверку или давали решение на строительство, и через несколько, там, ну, скажем, месяцев что-то произошло, это вряд ли. Скорее всего, это через какое-то более длительное время, и вряд ли чиновники могли прям четко руку на пульсе держать и взять на себя эту ответственность. Мне кажется, все-таки любой человек, занимающийся предпринимательской деятельностью, он понимает всю меру ответственности и, возможно, потом последствия с точки зрения, ну, скажем, заградодательства, в том числе уголовного, за те правонарушения, которые, если в твоих действиях они возникнут. Вот, например, возьмешь деньги, но квартиру не построишь. Естественно, это твои обязательства, и ты должен уже в полной мере за это отвечать. Ну, вот смотрите, есть такое выражение, которому уже 10 лет, по-моему, кошмарить бизнес, да, и часто мы его слышали, сейчас, наверное, уже слышим реже, не потому что меньше стали кошмарить, потому что, ну, просто оно, может быть, не так громко звучит. Сейчас часто чиновники говорят о том, что их проверками, проверками, там, прокурорскими, какими-то еще, какими-то еще, загоняют в такие рамки, что им проще ничего не делать, и проще все запретить, и ничего не трогать, чтобы ни в коем случае не получить уголовного дела. Вы согласны с такой оценкой ситуации? Согласны ли вы, что такая проблема существует? И если да, то что с этим делать? Прошу прощения, вы имеете в виду... В том числе в сфере строительства, да, ну вот, может быть, наверняка вы знаете про этот... Проект бизнесменов? Нет, чиновников, в том-то и дело, что сейчас, да, вот в Уфе эта громкая история с миллиардом рублей, который якобы был потерян на переселении из ветхоаварийного жилья в другие дома и при распределении земли. Насколько, на ваш взгляд, сегодня чиновники тоже скованы, или, наоборот, бизнес здесь страдает от надзора гораздо сильнее, чем чиновники, например? Ну, вы знаете, надзор, в общем-то, это все равно мера необходимая, поэтому надзирать нужно как за бизнесом, который должен в рамках, скажем, законодательства работать, так и чиновников. Другой вопрос, когда есть перегибы, да, есть какие-то, ну, скажем, корыстные интересы у проверяющих, либо есть, когда, как бы, заставишь молиться, они весь лоб расшибут, что называется, тогда это, конечно, приводит к сложным последствиям. Вот у бизнеса, если все-таки коснуться бизнеса, то есть статистика, которая говорит о том, что если проверки осуществляются, которые приводят потом к каким-то последствиям, ну, в частности, уголовным делам, то, в общем, это, ну, где-то примерно две трети бизнеса полностью или частично прекращает свою деятельность. То есть последствия, в принципе, достаточно тяжелые. Если считать, что у нас проверок несколько, несколько сотен тысяч ежегодных проверок, 240 тысяч уголовных дел по экономическим преступлениям, то можно посчитать, что это, в общем-то, приводит, к сожалению, к сотням тысяч предприятий, которые приходят к остановке, частично или полностью. Вот, если говорить о чиновниках, которых проверяют, против которых могут возбуждаться уголовные дела, на наш взгляд, здесь в меньшей степени проблема, чем для бизнеса, потому что здесь не останавливаются предприятия, нет таких вот социальных последствий. Но, тем не менее, понятно, что чиновники, мудрые чиновники, начинают себя очень иногда сверхосторожно вести и не делать даже тех действий, которые бы надо делать, но которые могут по-разному, ну, там, двояко восприниматься в случае проверки. И тогда перестраховываются и ничего не делают, что тоже опять в итоге приводит к отрицательным последствиям для бизнеса, который ожидал бы каких-то, ну, действий со стороны чиновников, но они не происходят. И тогда уже надо преследовать, опять же, чиновников за то, что они, по сути, не делают своих законных действий, не выполняют свои обязательства в рамках каких-то регламентов. Тогда вот и здесь уже, ну, таких, кстати, примеров очень мало, когда, в общем-то, предприниматель... Когда чиновника за бездействие, да? ...доказать чиновникам. Да, за бездействие тем более. Ну, если говорить еще о взаимоотношениях государства и бизнеса, вот Рустам Хамитов периодически делает заявление о социальной ответственности бизнеса и, например, говорит, ну, вот если государственное предприятие, государство вообще выплачивает там за третьего ребенка, например, да, или какие-то другие социальные выплаты, почему бизнесу не делать то же самое? Насколько для бизнеса сегодня это страшные слова? Ну, вы знаете, мне кажется, что социальная ответственность бизнеса, она сама по себе, вот, в развитии бизнеса это уже социальная ответственность. Почему? Потому что есть два варианта развития человека. Первый. Человек сидит на диване, пьет пиво, смотрит телевизор и становится на биржу труда для того, чтобы мы подыскали работу. Второй вариант. Этот человек встает с дивана, перестает пить пиво, смотрит телевизор, берет кредит, возможно, под залог этого жилья, в котором он живет единственным, и начинает на свой страх и риск заниматься предпринимательской деятельностью, что-то производить, продавать, еще производить, продавать. И таким образом добавляет стоимость, в общем, ВРП, ВВП страны увеличивает. И при этом он уже начинает платить налоги. При этом он уже начинает уплачивать как собственный налог, так и выдавая зарплату. Те люди платят налог, плюс налог с предприятия, с прибыли и так далее. Получается, он уже социальную миссию на себя забирает. Получается, те люди, которые стоят на бирже труда, государство несет за них ответственность, чтобы их трудоустроить. Вот этот предприниматель, он взял на себя часть государственной функции, он взял на себя и трудоустроил этих людей. И начинает нести ответственность для того, чтобы эти люди работали. Чтобы у них были условия труда, соответствовали законодательству. Для того, чтобы эти люди могли получать все медицинские обслуживания, больничные, отпускные и прочее. Получается, ответственность социальная уже возникла. Но любой работодатель, любой бизнесмен пытается мотивировать собственный персонал. Почему? Потому что конкуренция на рынке труда тут тоже большая. Каждый пытается переманить к себе квалифицированных сотрудников. Исходя из этого, каждый думает, какие бы еще создать условия для того, чтобы именно у него работали лучшие люди, приходили лучшие сотрудники, самые профессиональные работали у него. Потому что это тоже в конкурентной среде дает возможность ему продвигаться и быть успешным. Поэтому я думаю, что предприниматели сами себя подталкивают к социальной ответственности. Власти подталкивать не надо к социальной ответственности. Этот призыв для них нужен, они сами понимают. Они же не будут отпиливать сук, на котором сидит. Это их, в общем-то, прямой интерес. Давайте прям... Да, у нас осталось меньше 10 минут. Мы пройдемся по тем темам, которые здесь в Уфе актуальны сегодня. Начну все-таки с того, что, наверное, не только в Уфе актуально, но и в других территориях, я слышал ваши выступления на форуме в Уфе, на экологическом форуме. И надо сказать, что, конечно, тогда по очень многим темам угадали эксперты, потому что много говорили об утилизации мусора и так далее. И вот мы видим, сегодня по России это дело выстрелило. На ваш взгляд, почему в Московской области такая ситуация накалилась? Там другие требования жителей? Или там хуже организация вот этой утилизации мусора? И стоит ли в Башкортостане ждать таких проблем, на ваш взгляд? Ну, знаете, да, экологический форум был очень своевременный и актуальный, потому что экология... Не просто был год экологии в стране, но просто сама эта тема очень важна. Мы иногда не задумываемся о том, что мы наносим своей деятельностью жизнедеятельностью, своей работой достаточно большой вред окружающей среде. И потом сами же здесь живем, и дети наши здесь живут. И получается, что мы сами себя уничтожаем. То есть наша жизнь, она уничтожает нас самих. Или последствия нашей жизни. Поэтому здесь, конечно, надо более четкие правила вырабатывать. Вот, например, Швейцария, она помешанная на экологии, на чистоте, на безопасности экологические. Там никогда нет никаких сомнений, что вся вода везде идеальная, что нет никакого мусора, что все утилизировано, что все максимально сделано безопасно. Это, конечно, стоит достаточно дорого, и поэтому там есть определенные критерии жизни для всех. Но поэтому там каждый понимает, что он живет в очень чистой стране, в очень экологически безопасной. Кстати, Швейцария очень похожа на Башкортостан. И иногда некоторые дороги и повороты, прям такое ощущение, что ты не можешь отличить, где ты едешь. Потому что Казахстане или Швейцария. Это так слово. А что касается Московской области, понимаете, Московская область, тут есть два момента. Первый. Московская область, это, в общем-то, ну, не то чтобы даже ближайший сосед, а вообще, по сути, часть столичного региона. Поэтому последствия жизнедеятельности огромного мегаполиса, такого как Москва, в котором десятки миллионов людей, то есть проживающих и приезжих, это, конечно, делает огромные последствия, ну, там, начиная от мусора, кончая другими экологическими воздействиями на экологию. И это в большей части оседает именно в Московской области. И ранее, ну, там, скажем, 10-15 лет назад Московская область практически этим не занималась. И получается, что туда просто, ну, вот эти отходы, мусор и так далее, все просто складировалось без должной обработки, без должных подходов, без современных технологий по утилизации, без инвестиций в этом направлении. И получается, сегодня это начинает скрываться то в одном месте, в другом, то в третьем, и это, конечно, заставляет жителей возмущаться. На это нужно во пожарном порядке реагировать, срочно что-то делать, но такие накопившиеся проблемы за 2-3 дня не устранишь. Это нужно хотя бы, ну, месяца, на некоторые вопросы и несколько лет. Как вы думаете, в Башкортостане спокойно все будет с этим, как в Швейцарии, или скорее нас ждет вариант Московской области? Ну, вы знаете, я бы все-таки, если выбирал бы между Московской областью и Швейцарией, куда Башкортостан ближе отнести, наверное, Башкортостан точно можно отнести ближе к Швейцарии. Но единственное, может быть, единственное, все-таки, это, опять же, сам центр, сама столица. Здесь тоже есть определенные нюансы, потому что у Уфы, в общем-то, нагрузка на экологию очень высокая из-за и нефтеперерабатывающих заводов, из-за тех аварий, которые были когда-то, там, с фенолом связаны и так далее. И здесь, мне кажется, вот эти направления нужно держать на повышенном контроле, связанные с водой, с воздухом, с почвой. Это именно на столице Башкортостана. Насколько сегодня у региональных властей, неважно, какой это регион, да? Ну, вот, например, та же республика Башкортостан. Вообще есть рычаги и механизмы наводить в этой сфере порядок? Или сегодня, ну, настолько, как бы, эта вертикаль выстроена так, что без федерального центра, без четких рекомендаций из Москвы сделать на региональном уровне ничего невозможно? Не, ну, знаете, мне кажется, у региональных властей сегодня достаточно полномочий. Понятно, что часть полномочий все-таки пересекается с федеральными, и поэтому есть региональные, вот эти федеральные управления, которые базируются в субъекте, и часть полномочий именно у них. Чаще всего это дублируется еще на региональных. У региональных властей есть похожие министерства, ведомства управления. И вот это где-то, где правильно складывается тандем между федеральными органами и между региональными, там, в общем, достаточно хороший эффект. Там, где есть какая-то конкуренция и противооборство, то, конечно, это приводит к отрицательному эффекту. Насколько, на ваш взгляд, тема мусора и тема экологии будет важной темой в избирательной кампании в Курултай? Или традиционно темы экологии хоть и поднимаются, но никогда не становятся определяющими в таких политических кампаниях? Ну, я уверен, что экологическая тема очень важна. Опять сегодня выходит на передний план и точно во время выборов в госсобрании Курултай будет использоваться и, наверное, где-то правильно. А примеры, когда именно такая тема была, в общем, поддержана населением и давала, в общем-то, ну, скажем, определенные политические результаты, это как раз в свое время Руслан Закеевич Хамитов, насколько вот я знаю, как раз на экологической теме, в общем, и был поддержан населением, когда избирался в госсобрание. Ну, вот еще одна тема, да, я думаю, мы успеем. Как раз возвращаясь к тому же форуму экологическому, он был организован деловой Россией, ассоциацией юристов России в том числе. Там выступал, как один из руководителей этой организации, депутат Курултая, господин Юмадилов. Вот сейчас в юридическом сообществе Башкортостана, в общем, скандал за скандалом. То исключение адвоката Буркина, то вот задержание Ромео Фарухшина. На ваш взгляд, почему так происходит? Что с этим нужно делать? Насколько это серьезный кризис? Ну, Ассоциация юристов России, это организация, которая объединяет всех желающих юристов в эту общественную организацию, и поэтому здесь, в общем-то, конечно, адвокаты и руководители адвокатских объединений входят практически везде в Ассоциацию юристов, и Башкортостанское отделение тому не исключение. Что касается вокруг определенных, ну, вот этих, скажем, скандальных ситуаций, то, мне кажется, в каждом отдельном случае надо разобраться и понять, кто здесь прав, кто виноват, если кто-то нарушил закон и, естественно, должен за это ответить. В целом, мне кажется, нет такого ощущения, что прям волна скандальных ситуаций захлестывает адвокатское сообщество Башкортостана, потому что, ну, везде, во всех регионах, так или иначе, есть разные резонансные случаи, и чаще всего, в которых в том или ином виде, естественно, юристы участвуют, они же всегда на острие, в общем, либо защиты законодательств, либо защиты, кого обвиняют, либо еще чьи-то интересы представляют. А в вашей ассоциации, ну, есть какие-то, не знаю, коллегиальные решения или собрания хотя бы, где обсуждаются эти темы, или это вы оставляете каждой адвокатской палате, что называется, самой разбираться в таких ситуациях? Какие-то рекомендации, может быть, даете? Не, у нас в практике давать рекомендации по таким случаям пока не было, но, тем не менее, в повестку регионального заседания, в повестку заседания регионального отделения ассоциаций юристов мы можем включать любой вопрос, если будет такая инициатива от членов ассоциаций. Ну, это, на ваш взгляд, тема достойная обсуждения или нет? Ну, если это касается нашего коллеги, почему нет, конечно, это важно. Понятно. Спасибо большое. Я напомню, что мы об экономике, не только даже об экономике, успели поговорить с Андреем Назаровым, сопредседателем деловой России, и в том числе руководителем Ялтинского форума. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok